Это грустная история о том, как я выбирал себе идеальный держатель для телефона в машину. Не просто держатель, а магнитный держатель с MagSafe. История грустная, но с хэппи-эндом, потому что я покажу вам идеальный, самый лучший автомобильный держатель с MagSafe. Когда в прошлом году Apple представил iPhone 12, все жутко радовались новому дизайну. Но лично я больше всего был в восторге именно от MagSafe. Это магнитное крепление на задней крышке открывало невиданные просторы. И я сразу представил себе две вещи, где магниты станут незаменимы. Магнитный аккумулятор и автомобильный держатель. Про аккумуляторы мы поговорим в следующем видео, кстати. А сейчас про автомобильные держатели с MagSafe. Вообще магнитные держатели в автомобиль очень популярны. Раньше я пользовался, например, вот таким. Ему нужна металлическая пластина, которую кладут в чехол или клеят прямо на корпус. Уверен, что у каждого второго сейчас в автомобиле такой есть. Я лично не очень люблю этот вариант из-за колхоза с пластиной. Но этот вариант рабочий. И, кстати, дешевый. Второй вариант это Pitaco. Для тех, кто не жалеет денег. Потому что и сам держатель дорогой. Он, кстати, со встроенной беспроводной зарядкой. И для его работы нужен специальный чехол от Pitaco. Я таким чехлом пользуюсь. И очень его люблю. И вообще пользуюсь этими чехлами довольно давно. И вам рассказывал много раз. В целом это отличный вариант. Но если вы носите телефон с другим чехлом или вообще без него. То работать такой держатель почти не будет. Ну и в сумме на все это вместе вам придется потратить примерно 100 долларов. И тут мы вспоминаем, что для iPhone 12 должны быть MagSafe держатели. Со встроенными магнитами по кругу. Я забежал в ближайший магазин. И нашел вот такой шедевр китайской инженерной мысли. От малоизвестной компании Totoo. Держатель сделан неплохо. Но у него есть несколько неприятных нюансов. И один приятный плюс. Плюс в том, что он стоит всего 1200 рублей. И в него еще встроена беспроводная зарядка. Внешне выглядит, конечно, немного странновато. Но его цель крепко держать ваш телефон. И с этим делом он вроде бы более или менее справляется. Магниты тут расположены не только по кругу. Есть еще один стабилизирующий ниже круга. Который теоретически должен удерживать телефон в вертикальном положении. Но скажу сразу, работает это плохо. Держатель может наклоняться в разные стороны. Как, впрочем, и все подобные. А дальше начинаются нюансы. Сама поверхность у этого держателя глянцевая. И если вы носите телефон без чехла, то он может скользить по поверхности и даже слететь, если машину тряханет на кочке. При этом, если смартфон в чехле MagSafe, то тут вообще проблем никаких нет. Телефон держится намертво. Дальше не очень обычное крепление на дефлектор. Оно тут какое-то мудреное. Если у вас в автомобиле дефлекторы с вертикальными направляющими, то держаться это будет очень странно. Ну и третье, это держатель с беспроводной зарядкой. Вроде бы круто, но от него отходит кабель, который нельзя отстегнуть. Так что, если сама зарядка вам не нужна, как мне, например, то кабель либо придется оставить, либо отрезать. В общем, у этого держателя, по большому счету, только один главный плюс. Это его цена. Я бы поставил ему 2 балла по 5-балльной шкале. Дальше я нашел для себя вот такую интересную штуку от компании Spigen. Spigen это известный корейский бренд, который очень популярен в США. Этот держатель, на первый взгляд, выглядит немного странно. Это потому, что внутрь надо вставить зарядку MagSafe. Помните, вот такую круглую магнитную от самой Apple. Это, кстати, было очень логично и напрашивалось с самого начала, как только Apple начала продавать свою зарядку. Но оказалось, что к стоимости самого держателя за 15 долларов надо прибавить еще и стоимость зарядки MagSafe, а это еще 40, и быструю зарядку от прикуривателя на 20 ватт, чтобы получить профит от 15-ваттной зарядки MagSafe. В сумме вы тратите примерно 70 долларов. Многовато для автомобильного держателя не находите? Но если вы хотите быстро заряжаться без проводов, ну как без проводов, с проводом, конечно, то это все-таки лучший вариант. Хотя заявленные 15 ватт MagSafe не выдает даже с фирменной 20-ваттной зарядкой Apple. Вы получите примерно 10 ватт, и такая зарядка все же будет быстрее большинства автомобильных. Конструкция тут простая, внутри есть клейкая лента, к которой крепится MagSafe. Вешается все на дефлектор в автомобиле, есть вращающаяся головка, и сделано все довольно неплохо. Все-таки хорошая фирма. Телефон можно вешать и горизонтально, и вертикально, но есть два минуса. Сама зарядка MagSafe держит телефон не очень, чтобы сильно. Особенно если вы не пользуетесь чехлом. В принципе, телефон, если вы живете в городе, и ездите по ровным дорогам, скорее всего у вас не упадет. Но как-то все равно ждешь подвоха от такой зарядки, которая держится, ну скажем так, не очень сильно. Во-вторых, зарядка беспроводная у вас, конечно, только формально. По факту, по центру торпеды у вас будет висеть белый кабель, который вообще никак не дружит с черными интерьерами большинства автомобилей. Короче, вариант мало того, что дорогой, так еще и не самый надежный. Но он подойдет тем, у кого уже есть MagSafe зарядка, и она валяется, например, без дела. Или тем, кто постоянно за рулем и хочет быструю зарядку и держатель в одном флаконе. Хотя лично для себя я бы этому держателю поставил двоечку по пятибальной шкале. Кстати, на Алиэкспресс можно найти копеечные аналоги таких держателей, и в этом случае вам реально не нужно что-то крутое, потому что это просто чехол для фирменной зарядки Apple, то есть оболочка из пластика. Рублей за 300-500 вариантов найти можно много. Я вам оставлю парочку самых интересных в описании. Кстати, ссылки на все держатели, про которые я вам сегодня рассказываю, тоже есть в описании. Третий вариант оказался куда удачнее и почти без минусов. Это просто плоский магнитный блинчик MacGrip от компании TechMat. Он крепится на дефлектор, но у него нет вращающейся головки, то есть поворачивать и наклонять его нельзя. Сначала я даже подумал, что это большой минус, но оказалось, что мне вполне хватает такого формата. Главное, чтобы телефон висел на ближайшем к водителю дефлекторе, тогда вы будете все видеть без проблем. И музыку вы будете видеть нормально, и карты, и даже видео, хотя видео в дороге лучше не смотреть. Плюс такого держателя, что он нормально держится, неплохо держит сам телефон, и самое главное, практически не портит внешний вид салона. Я вообще не люблю, когда что-то торчит, висит и болтается, и в этом смысле такой держатель удобен и своих денег стоит. Магнититься телефон на этот держатель неплохо, при обычной езде у вас точно никогда ничего не упадет. И вешать телефон вы можете как угодно, хоть горизонтально, хоть вертикально. А вот собрано все довольно дешево, крепление на дефлектор какое-то хлипкое, и вообще не производит вид чего-то крепкого и солидного. Да и вообще материалы и сборка тут средненькая. И тем не менее, это очень неплохой минималистичный вариант, и я бы дал ему 3 балла из 5 возможных. Китайцы на Алиэкспресс продавали бы такое рублей за 500, я думаю, ну почему-то ничего подобного на Алиэкспресс я не нашел. Поэтому пришлось купить его на американском Амазон, ссылку на него я, кстати, тоже оставлю в описании. Но если вы никогда ничего не покупали на Амазон и вообще в Штатах, просто попробуйте воспользоваться сервисами доставок. Например, мы уже много лет пользуемся сервисом Шипер, и почти все покупаем на Амазон. У меня буквально нескончаемый поток посылок с этого сайта. Еще мы регулярно покупаем продукты и средства гигиены на Walmart, гаджеты на BH, eBay и Swap, это, кстати, классный сайт для покупки БУ-техники, и одежду с запос 6PM и других сайтов. Преимущество Шипер в том, что склад у них находится в безналоговом штате Делавер, и когда вы что-то покупаете, вы покупаете именно по той цене, что написано на сайте, без дополнительных налогов. У Шипер есть очень удобный сайт, есть классные дополнительные услуги в виде фотографирования посылок, удобная система оплаты на сайте, и самое главное, работают они быстро и очень надежно. И когда вы что-то не можете найти в вашем городе, или вы живете где-нибудь далеко от больших городов, то всегда есть возможность заказать то, что вы хотите в США на том же Амазон с помощью Шипер. Кстати, до 1 сентября у Шипер действует одна очень интересная акция. Они бесплатно доставляют Apple AirTag. Если вы хотели купить себе такую метку, но в вашем городе ее нету, или она очень дорогая, вот как раз можете попробовать сделать это в Штатах, и привезти с помощью Шипер. Ссылку на этот сервис я оставлю в описании. Как покупать в Штатах и на Амазон вы уже знаете, так что вот вам еще один MagSafe держатель из Штатов, который я хотел больше всего. Белкин MagSafe Car Vent Mount Pro. Название так себе, и стоит он аж 40 долларов. Да, дорого, но это был вообще первый держатель для автомобилей, анонсированный еще на презентации iPhone 12. Только вот купить я его пытался несколько месяцев, да все без толку, потому что в свободной продаже его не было. Но вот он у меня, и что я могу вам сказать по прошествии некоторого времени. Это очень большой держатель, но он очень классно сделан. Материалы отделки хорошие, крепления сделаны из плотной резины, держатся на дефлекторе отлично, и вешать его можно и вертикально, и горизонтально. Еще у держателя есть вращающаяся головка, позволяющая повернуть телефон и в свою сторону, или наклонить его вверх и вниз. И круто, что ничего закручивать, затягивать, потягивать не надо. Все с завода уже собрано, и усилие затяжки подобрано просто идеально. В общем, тут ничего не откручивается. Покупайте и вешайте как есть. Смартфон можно вращать вместе с держателем, и вешать не только вертикально, но еще и горизонтально, чтобы, например, следить за картами. В общем, классный держатель, но у него есть два нюанса. Основные магниты, если вы не пользуетесь чехлом, нельзя сказать, что очень мощные. Неплохие, но хочется все-таки что-то понадежнее, помощнее. С чехлом, кстати, такой проблемы нет, и телефон держится очень хорошо. А во-вторых, размеры этого держателя просто очень внушительные. Он целиком загораживает дефлектор, и при этом тут даже нет беспроводной зарядки. В общем, по качеству эта вещь классная, но очень большая, и магниты не самые сильные. Кстати, на Алиэкспресс можно найти кучу таких клонов за гораздо меньшие деньги. Выглядит примерно так же, и держать, я думаю, будет не хуже. И вот мы, наконец, подобрались к моему фавору, к идеальному держателю от компании Moment. Это такой же блинчик, как я показывал вам раньше, но он существенно дороже, стоит 40 долларов. Тогда почему же он лучше, спросите вы? А потому что он сделан намного лучше. Тут лучше материалы отделки, он лучше собран, он вообще такой сбитый и достаточно тяжелый. У него простое и очень надежное крепление, и самое главное, прорезиненная поверхность с очень мощным магнитом. Телефон держится просто идеально, и даже без чехла, и можно хоть на ралли Париж-Дакар выступать без проблем. Причем смартфон можно вешать и вертикально, и горизонтально, и в любом положении он держится просто непоколебимо. Такое ощущение, что магниты в этом держателе мощнее, чем у Белкина раза примерно в два. Не считая отсутствие поворотной головки, это почти идеальный вариант. Мне поворотный механизм оказался не нужен, как я уже сказал раньше. Его такая минималистичная форма, обеспечивающая отличное крепление, мне нравится больше всего. Короче, это мой фавор. Правда, стоит он 40 долларов, и покупать его придется либо в крупных городах, либо в штатах. Но если вы хотите мощь и качество для вашего дорогого телефона, особенно если вы не пользуетесь чехлом, то это идеальный вариант. Moment вообще попытались из этого крепления сделать целую экосистему. Кроме автомобильного держателя, у них есть точно такой же для крепления на стену. Он пригодится, например, в мастерской или на кухне. Стоит такой магнит немного дешевле, 20 долларов. Есть такой же магнитный держатель для мобильного штатива. Есть магнитный держатель с башмаком для крепления микрофона или света для инстаблогеров. Есть держатель с разными диаметрами резьбы для крепления на пантографах, в машине, на стойке, на Magic Arm. Это такая гибкая рука для крепления чего угодно на камере или на штативе. В общем, Moment славно заморочились, и я уже планирую себе заказать пару других держателей на кухню и на рабочее место. Но, разумеется, если 40 долларов для вас слишком много, можно взять вариант от MacGrip, он тоже вполне хорош. Ну и на Алиэкспресс вы можете найти несколько других вариантов, тот же Totoo, клоны Белкин или есть еще вот такие варианты. Но лучший, что я для себя нашел, это вот такой вот блинчик от Moment. Кстати, все эти держатели подходят только для линейки iPhone 12, но кажется, Android-производители тоже засуетились. Realme тут анонсировала первый Android-смартфон с магнитной беспроводной зарядкой, и называется он Flash. Кстати, скоро там такой же телефон покажет и Oppo, а там, может, и Vivo, и другие бренды тоже подтянутся. В общем, скоро такие автомобильные держатели пригодятся не только владельцам iPhone. Ссылки на все держатели есть в описании. Ну, а это все. Понравилось? Поставьте лайк. И не забудьте подписаться, потому что в следующем видео мы поговорим про магнитные аккумуляторы. А это срокка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok